Девушки отдыхают Хорхе Луис Борхес Аргентинский прозаик, поэт и публицист Его эссе отличаются дерзостью и лаконичностью Год его рождения и год его смерти складываются в три шестерки Страсть к чтению передалась Борхесу от отца юриста Библиотека которого с четырех лет заменила ему игровую комнату Он много лет проработал в библиотеке Рано начал терять зрение И значительную часть своей долгой жизни провел совсем слепым Кстати, его отец тоже был слепым Слава, как и слепота, пришла ко мне постепенно Я ее никогда не искал Луис Борхес Всю жизнь Борхеса восхищали книги своей безграничностью смыслов и головоломки Борхес называл себя агностиком И считал поиски истины бесперспективными Агностики не отрицают наличие богов Но и не принимают их существование Среди тем его творчество Противоречивость мира Время и бесконечность Одиночество Человеческий удел Смерть и бессмертие Его творчеству присуща игра на грани правды и вымысла Он часто использует мистификации Дает ссылки на несуществующие произведения Приводит вымышленные цитаты Биографии и даже целые культуры Его главный творческий принцип Создавать образы Изображая бесконечность на нескольких страницах А не растягивать отдельные эпизоды на целые тома Луис Борхес считал Истории вымышленные только тогда хороши и увлекательны Когда они приближаются к правде или правдоподобны В своих рассказах он смешивает выдумку с историческими событиями О реальных лиц, в том числе и самого себя С фальшивыми Он так изощренно запутывает следы Что только специалист может разобраться Какие из цитат он выдумал А какие и впрямь позаимствовал У реальных сочинителей Что касается Льюиса Кэрролла Можно уверенно сказать Что Хорхе Луис Борхес Вырос на его произведениях И изучил в них каждую букву В дальнейшем он проведет анализ Сочинений знаменитого автора И конечно же самого пультового Его произведения Алиса в стране чудес Центральное место в этой аналитике Займут конечно же книги про Алису Но Борхес разбирает и другие произведения Он наглядно показывает При помощи каких конкретно приемов Кэролу удалось создать книги Которые читаются до сих пор Заметили какая цепочка выстраивается? Борхес изучал и анализировал Кэролла Сга в фильме «Замысел» Дмитрия Зодчева Читает Борхеса А Сга это и есть сам Зодчи Можно ли сказать Что Сга это вы? Любое произведение В той или иной степени Автобиографично Каждый автор создает Через призму личного опыта Дмитрий Зодчи Есть такой термин Омаж Подходящий для тех Кому режет слух понятие плагиат Омаж От французского Признательность Или дань уважения В искусстве Работа подражания И жест уважения Другому художнику Музыканту И тому подобное Исходя из вышеперечисленного Можно сделать вывод Что когда-то Еще в школьном возрасте Юный Зодчи Зачитывается Борхесом И далее Он становится для него Идейным вдохновителем Подражатели Полезны хотя бы тем Что излечивают тебя От тебя самого Корхе Луис Борхес Сборник рассказов Луиса Борхеса Фичионес По-английски Пишется Фикшенс Стал самой известной Книгой Борхеса И сделал его Известным во всем мире Один из вариантов Перевода с английского Название этого сборника Означает Вымыслы Вот так поворот Есть еще один знаковый В нашем контексте Рассказ Борхеса Под длинным названием Тлен Укбар Орбис Тертиус В рассказе говорится Что благотворительное Тайное общество Было создано Одной ночью В Люцерне Или Лондоне В 17 веке Это было общество Интеллектуалов Под названием Орбис Тетриус Изучавшее Герметические исследования Филантропию И Кабалу Но его главной целью Было создание Страны Укбар Здесь стоит сразу Добавить В переводе с латинского Слово Люцерна Означает Светлячок Что видимо Завуалированно Намекает На особый характер И стремление К просветлению Членов Тайного общества Из рассказа Но вернемся К сюжету Постепенно Участникам Сообщества Становится Ясно Что реализацию Грандиозного проекта Придется выполнять Многим поколениям Поэтому Каждый мастер Выбирает себе Ученика Чтобы увековечить Наследственную Договоренность Это что Ты будешь Моим учителем? Ученикам Предстоит продолжить Работу мастеров В веках Общество В конечном итоге Подвергается Преследованиям Но через два Столетия Вновь проявляется В Соединенных Штатах И вот уже Американский Эксцентричный Миллионер Один из адептов Возрожденной Секты Считает Былую затею Слишком скромной И предлагает Переформатировать Целый мир А не отдельно Взятую страну Он настаивает На создании Энциклопедии О новом мире Под названием Тлен И требует Признать Что данный Проект Не имеет Договора С этим Самозванцем Иисусом Христом И вот Уже новый Орбис Терциус В лице Его 300 Сотрудников Приступает К завершению Первой Энциклопедии Тлена А что же Означает Само название Сообщества Орбис Терциус Третий Круг Посвящения Третий Круг Бытия А может Третий Мир Или Третий Рим Как бы Там Ни Было В рассказе Не содержится Пояснений На эту Тему И все Допущения По поводу Названий Сделаны Мной Лично И не Претендуют На истину Вы В праве Найти Для них Свои Собственные Объяснения Важное Примечание Борхес В рассказе Приводит Несколько Метафор О том Насколько Сильно Идеи Влияют На нашу Реальность Недаром В начале Истории Мы Видим Нервирующее И Гротескное Зеркало Отражающее Комнату У Борхеса Вообще Реальное И фантастическое До бесконечности Отражаются Друг В друге Как Два Смотрящихся Друг В друга Зеркала Арифметика Тлена В свою очередь Утверждает Что числа Не имеют Никакого Самостоятельного Значения И независимого Существования До тех пор Пока Они не будут Подсчитаны И названы И это Конечно же Напоминает Нам о магии Чисел Столь любимой В определенных Просветленных Кругах Кстати В русском языке Слово Просветленный По чистому Совпадению Содержит в себе Название Дивного Нового Мира Борхеса Сама история Разворачивается Как повествование Главного Героя С именем Борхес Таким же Как и у Самого Автора Рассказ Содержит Множество Отсылок К реальным Людям Местам Литературным Произведениям И философским Концепциям А так же Некоторым Вымышленным Или двухсмысленным Важная Особенность Образов Персонажей Борхеса Это их Неподвластность Уничтожению Они не горят В огне Как например В его Рассказе Эссе Богословы Где в костре Не сгорела Особая книга В которой Упоминается Платон Рукописи Не горят Каждая книга По Борхесу Однажды Возродится Вновь Из пламени В виде Все тех же Образов И в конце Веков Все возродится В прежнем Своем Виде Знак Неиспепеляемый Огнем Образы Относится К знаку Несгораемые Рукописи Как часть К целому Ибо Они подобны А сам Облик Бога Огня У Борхеса Довольно Странен Это гибрид Тигра Коня Быка Розы И урагана Лабиринт Лабиринт Индейский Миф Позабах Меня Теодор Лабиринт Это Вся Жизнь Человека Его Решения И Его Мечты Мужчина В центре Легендарный Человек Которого Убивали Снова И снова Но он Каждый раз Возвращался К жизни Вернувшись В последний Раз Он В неустанной Ярости Отдалел Своих Угнетателей Построил дом А вокруг дома Лабиринт Такой сложный Что только он Знал дорогу Наверное Он устал сражаться Арнольд Видел Как его сын Пришел В этот мир А потом Видел Как этот свет Погас То что он Потерял Вместе с сыном Он попытался Зажечь в тебе Он создал Тест на сочувствие Воображение Лабиринт На это Его вдохновила Игрушка Его сына В итоге Ты прошла Этот лабиринт Долорес Лабиринт Еще один Повторяющийся Мотив Во всех Рассказах Луиса Борхиса Он используется Как метафора Для обозначения Множества Вещей Миров Чрезвычайно Сложной Природы Существующих В них Систем Человеческих Восприятий Физических И умственных Аспектов Человека А также Таких Абстрактных Понятий Как Время Мама будет переживать Стратегические Азартные Игры Заговоры И тайные Общества Этнические Группы Особенно Его собственные Предки Благодаря Его рассказам Длиной Не более Всего 10-15 Страниц Мир Мир Воспринимается Как Наполненный Знаками Текст Корни Такого Мировосприятия Сам Автор Видел В Еврейской Культуре В своем Эссе Кабала Он Пишет Священной Книге Сакральны Не только Слова Но и Знаки Которыми Она Написана И Кабалисты Воспользовались Этой Идеей Для изучения Писания Основной Шифровальной Дешифровальной Книгой Оккультистов Во власти Является Апокалипсис Или Откровение Иоанна Богослова А в Фильме Замысел Постоянно Встречаются Отсылки К этому Писанию Но Об этом Позже Вернемся К Луису Борхесу Также Один из Важнейших Образов Необходимых Для понимания Творчества Борхеса Это Представление О целой Реальности Как О маленькой Точке В Огромном Пространстве Вселенная Некоторые Называют Ее Библиотекой С Этих Слов Начинается Один из Его Самых Знаменитых Рассказов Вавилонская Библиотека За это Произведение Борхеса Даже Называют Пророком Интернета Он Предложил Образ Бесконечной Библиотеки Наполненной Всевозможными Текстами Одна И та Же Книга Существует В безграничных Вариациях С Опечаткой В одном Слове Либо Без Какого-то Уже Произошло И записано Только Мы Этого Не знаем Память Отключена Одни Читатели Сходят Из-за Библиотеки С ума Другие Объявляют Крестовый Поход Против Книг И Сжигают Их Да Будет Война С нами Бог С нами Борхес С нами Этим Фантастическим Образом Борхес Одновременно Показал Силу Литературы И Ограниченность Человека Который Никогда Имеющихся Смыслов Даже Если Будет Читать По сотне Книг В день Всю Свою Жизнь Потому Что Вселенная Несоизмеримо Выше И полнее Своей Отдельной Взятой Точки И Именно Буква Еврейского Алфавита Алиф Борхес Называет Чудесное Сосредоточение Вселенной В единой Точке И Тут Я Вспомнил Уже Знакомый Нам Кабалистический Термин Эйнсов Означающий Символ Источника Божьего Света Олицетворяющего Беспредельность Бога Существовавшего Как полагали Кабалисты До Сотворения Мира Эйнсов Это Начало Начал Это Непостижимое Ничто В определенный Момент Проявившее Себя Как Бог Творец К слову Сказать Я считаю Что Всем известная Теория Большого Взрыва Вследствие Которого И появилась Вселенная Это Тот же Самый Кабалистический Вброс Копирующий Понятие Эйнсов Где Из великого Ничто Появилось Все А где Закон Сохранения Энергии Он Не работает В этом Случае Борхес Евреем Не был Но Всю жизнь Себя Им Представлял Я Всякий Раз Испытывал Удовольствие Представляя Себя Евреем Речь Всего Лишь О выдумке О мысленном Приключении Тихонии Домоседа Которое Ведь не задевает Никого И меньше Других Репетацию Израиля Поскольку Мое Иудейство Подобно Песням Мендельсона Остается Музыкой Без слов Признался Писатель Он Был Горячим Сторонником Государства Израиль Тогда Еще Совсем Молодого И посвящал Ему Свои Стихи В 1966 Году Он Написал Письмо Премьер Министру Израиля Давиду Бен Гуриону В котором Признался В любви К евреям И их Стране А через Два Года Он Получил В Израиле Высшую Национальную Литературную Награду И Иерусалимскую Премию В 1976 Году Старик Борхес Принял Орден Бернарда О'Хогинса Из рук Чилийского Диктатора Аугусто Пиночета Пришедшего К власти В результате Военного Переворота В 1973 Году И похвалил Того За борьбу Против Коммунистов Сальвадор Альенде Президент Чили Который Застрелился Во время Военного Переворота По официальной Версии Был Высокопоставленным Масоном И мастером Великой Ложи Чили Так же Как и Его Отец И дед Масон Социалист Был Свергнут Масоном Антикоммунистом К слову Сказать Страна Чили Была Основана Масонами Все Президенты Чили Были Масонами И Ни Одно Правительственное Решение В той Стране По сей День Не Принимается Без Соответствующего Одобрения Соответствующих Масонских Лож Да И Сам Военный Переворот Тот Был Организован По чистой Случайности 11 Сентября И Тем Самым Был Прикручен К системному Коду 9-1-1 Совпадение Не Думаю Важно Вспомнить Тот Момент Что В 1976 Августо Пиночет Вручил Борхесу Орден А во Время Вручения Борхес Не Только Имел Неосторожность Пожать Диктатору Руку Но И Произнес Речь О том Как Важно Бороться С Анархией Коммунизмом Именно Это Рукопожатие И Стало Причиной Того Что Он Так И Не Получил Заслуженную Нобелевскую Премию В Имени Розы По Монастырской Библиотеке Блуждает Его Тезка Слепец Хорхей А герои Джаспера Форде То и дело Отправляются За справкой В Борхесовскую Вавилонскую Библиотеку Правда Заведует Ею Чеширский Кот А что До Нобелевской Премии То это Шведским Академикам Стоит Терзаться Что Гениальный Слепец Не стал Их Лауреатом Умер Борхес В Женеве В возрасте 86 лет От рака Печени И эмфиземы Легких А еще Он написал Евангелие От Марка Люди Поколение За поколением Пересказывают Всего лишь Две истории О сбившемся С пути Корабле Кружащем Посредиземноморью В поисках Долгожданного Острова И о Боге Распятом На Голгофе Хорхе Луис Борхес Евангелие От Марка В детстве Я был кем-то Вроде Вундеркинда В три года Хорошо читал И писал Читал Все подряд Рядом Была хорошая Шахтная Библиотека Я был Чуть ли не Единственным Постоянным Посетителем Еще до школы Вдоль и поперек Изучил Большую Советскую Энциклопедию Шесть лет Странным образом Заработал Деньги Купил Пятитомную Географическую Энциклопедию И шикарную Архитектурную А я давно Предлагал Установить Для новичков Поясняющие Таблички Восхитительная Система Ловушек И препятствий Мелкие На каждый день И для каждого Крупные Для времен На цивилизации Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok